Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. А это новый телефон от компании Okitel, модель называется WP17. Она оснащена почти 7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, 8-ядерным процессором G95, аккумулятором на 8300 мАч. И это, как вы понимаете, очень мощный аккумулятор. Также в этот смартфон встроили 8 оперативной и 128 встроенной памяти. Смартфон поддерживает запись видео в 4К, имеет фронталку на 16 мегапикселей, а вот основной модуль уже на 64. Ну и самой главной особенностью является датчик ночного видения с 20-мегапиксельным модулем. Делать селфи на эту камеру не самая хорошая идея, но вот для людей, которые любят ночные прогулки, это прям must-have. Ну и самое классное то, что с 18-го, то есть сегодня по 24 октября на этот смартфон действует скидка. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании, там есть более подробная информация, а также есть ссылка на Алиэкспресс, где вы можете купить этот смартфон. Народ, представьте себе планшет, книжку и телефон. Вернее, попытайтесь объединить эти три слова и вы получите что-то похожее на это. Это складной смартфон. В разложенном положении аппарат выполняет роль почти 8-дюймового планшета с разрешением экрана 1920х1440 пикселей, а в сложенном это обычный смартфон. В зависимости от модели, в него установлено 6 или 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 встроенной памяти, восьмиядерный процессор и ёмкий аккумулятор. Знаете, то ли я отстал от моды, то ли современные технологии развиваются с бешеной скоростью, ну вот буквально недавно же был старенький кнопочный Nokia, а тут уже складывающийся планшет, ой, вернее телефон. В общем, едем дальше. А здесь у меня очень стильные и необычные часы. Вместо классического часового механизма, в них установлен магнит, который оперирует двумя стальными шариками. Первый указывает на минуты, а второй отвечает за текущий час. Главное назначение часов – облегчить задачу незрячим людям. Для этого на циферблате расположены специальные линии, круги и треугольники с углублениями, помогающие тактильно определить время. У продавца аксессуар можно найти в двух цветах. Для тех, кто привык постоянно менять свою геолокацию, я подготовил интересную автомобильную палатку. Она устанавливается прямо на крышу и реально очень удобна в качестве временного ночлега. Чем она лучше обычной туристической? Да хотя бы тем, что вместе с ней можно остановиться где угодно – на парковке универмага в лесу. Да и то, что находится под ногами, тоже не имеет значения. С землёй соприкасается лишь алюминиевая лесенка, к которой всё равно где стоять. Продавец предлагает на выбор две палатки. Они рассчитаны для ночёвки трёх-четырёх взрослых человек. Имеют козерёк, защищающий от солнца, сетчатые окна и даже окно на крыше. В детстве я мечтал стать космонавтом, к сожалению, так и не стал. Но зато могу любоваться галактикой прямо у себя в комнате с помощью такого вот проектора. Устройство имеет 7 цветов и 15 режимов освещения. Управление может осуществляться пультом, очень приятное освещение, а атмосфера получается просто непередаваемая. Телескопическая лестница может применяться как двусторонняя стремянка, так и простая лестница. Для того, чтобы её разложить, нужно потянуть за верхнюю ступень. Конструкция выполнена из алюминия, что является прекрасной защитой от коррозии и механических повреждений. На сайте можно выбрать нужную высоту от 2 до 7 метров. Максимальная нагрузка составляет 150 килограмм. А здесь у меня классная игрушка пеногенератор. А ну-ка признавайтесь, кто тут любитель устраивать у себя в ванной пенную вечеринку? Её можно найти как в виде забавного краба, так и акулы. Такая штука обязательно понравится маленьким детям, да и тем, кто часто принимает водные процедуры. Для того, чтобы из неё получить пену, нужно побрызгать каким-нибудь мыльным раствором на специальную поверхность, а после подуть в прибор или второй вариант прислонить сзади слоника, идущего в комплекте и покрутить ручку. Следующее устройство представляет собой световой модуль, который можно установить в стены, в пол, да в принципе куда угодно. Он как тень повторяет любые движения, которые находятся в его поле зрения. Собрав много таких модулей, вы можете сделать настоящий светящийся уголок, который с помощью диодов будет красиво повторять ваши движения. Да и я уверен, что такая штука станет незаменимым украшением любой комнаты. А кстати, забыл отметить, вы можете самостоятельно регулировать цвета и режимы работы. По-моему, очень оригинально. Многие люди заранее планируют свой день, отмечая задачи, которые необходимо выполнить. Кто-то это делает с помощью своего телефона, а кто-то по старинке записывает всё в блокнот. Однако, в отличие от устройства, которое может иметь свой пароль, в блокнот подсмотреть куда проще, и не каждому будет приятно, если чужой человек даже случайно увидит личную информацию. Подобной ситуации можно избежать с помощью умной записной книжки, оснащённой паролем. Его выводите на маленьком сенсорном дисплее, после чего только появится доступ к содержанию внутри. Также блокнот может выполнять роль беспроводной зарядки и хранить в себе различные переходники. Вы когда-нибудь слышали о настольной игре Pocket Game? Она представляет из себя винегрет из Чапаева, аэрохоккея, бильярда и даже настольного футбола. Смысл игры заключается в том, чтобы, стреляя фишками с помощью резинки, игрок должен попасть в проход по центру поля. Вся сложность зависит от ловкости соперника, у которого такая же задача избавиться от шайб на своём игровом поле. Победителем считается тот, кто первый сделает это. Я надеюсь, что среди моих зрителей найдутся те, кто играет в кс-ку, потому что они узнают этот рисунок из тысячи других. Здесь у меня очень клёвый игровой коврик, который представлен в множестве размеров, хоть на весь стол. Самое крутое – это его принт. Он называется «Скоростной зверь». Здесь изображено чудище с открытой пастью, полной острых зубов. Голова этого чудика выполнена в яркой цветовой гамме, включая различные оттенки оранжевого, малинового, голубого, розового и зелёного. Кстати, у продавца вы сможете приобрести этот же коврик ещё и с подсветкой. Подвесная непроливайка выполнена в виде G-образной скобы с подставкой и петелькой, полностью исключающей боковое ускорение. Для удержания чашки используется подложка с противоскользящим покрытием. В ней поместится кружка диаметром основания не более 10 сантиметров. Приловчившись к приспособлению, можно даже вращать в вертикальной плоскости, совершая полный оборот в 360 градусов. Кстати, его очень удобно использовать на яхтах и лодках, в ресторанах и барах и даже во время активных прогулок. Те, у кого дома обитает активный четвероногий приятель, который ещё умеет мяукать, не понаслышке знает, как его бывает тяжело успокоить. Когда в милом котике просыпается настоящий энерджайзер, готовность носить всё и вся на своём пути. На Алии можно найти много различных интерактивных игрушек, способных завлечь питомца на время вашего отсутствия. Вот, например, одна из них. Здесь он может погонять шарик по гремушку или побегать за вращающимися перьями. Скорость вращения регулируется кнопкой. Сама игрушка очень простая, но в то же время действенная. А здесь у меня складной стул для рыбалки. Он может быть установлен под наклоном и даже на неровной поверхности, что позволяет приспособить его к любому месту. В конструкции стула предусмотрены все необходимые подставки и держатели. Для удочек, садка, рыболовных снастей и всего, что может пригодиться в процессе рыбной ловли. Сидение можно регулировать под рост и посадку человека, выдерживая вес до 150 килограмм. Хотите устроить в своей комнате настоящую дискотеку? Ну тогда ловите музыкальную диско-лампу, без которой это сделать точно не выйдет. Встроенный компактный динамик позволяет использовать ее в качестве музыкального проигрывателя, включая музыку через блютуз мобильного устройства или компьютера. Кроме белого цвета, она воспроизводит красный, синий и зеленый, а также по три варианта оттенков каждого из них. Управление осуществляется с помощью пульта, там же можно выбрать эффект свечения. Ничто так не портит отдых на свежем воздухе, как рыящиеся комары и мошки, поэтому я подготовил для вас LED-лампу с ловушкой для летучей живности. Она оборудована стандартным цоколем Е27. Принцип работы заключается в том, что вместе с основным освещением лампы на ее корпусе включается диодная подсветка, на которую летят мошки и комары. Привлеченные светом, они будут попадать в заточение металлической проволокой, находящейся под напряжением, и там умрут. Устройство может работать в двух режимах и использоваться в роли ночника. Рогатка для рыбалки обладает лазерным прицелом, позволяющим рыбаку производить точный выстрел. Рогатка имеет кожаный ремень на запястье, обеспечивающий надежное и жесткое удержание во время стрельбы и снижает нагрузку на руку. Стрелы выполнены из нержавеющей стали, к ним прикрепляется леска, поразив цель, останется лишь смотать ее в барабан. В комплекте рогатки в зависимости от выбранной комплектации прилагаются стрелы, резинки, барабан с леской, кожаный держатель запястья и лазерный указатель цели. Светодиодный светильник для кемпинга обладает высокой мощностью и малыми габаритами, благодаря чему не доставляет неудобств при переноске. Устройство имеет угол свечения в 360 градусов, этого достаточно, чтобы хорошо осветить палатку. В зависимости от выбранного комплекта будут отличаться емкость прибора, дальность свечения, количество режимов работы, а также способ питания. В моделях подороже светильник может работать от солнечной батареи. Также он может содержать различные аксессуары, вроде пульта дистанционного управления. А это не совсем обычный головной убор, он предназначен для напитков, которые вставляются в специальные подставки по обе стороны. От них исходит тонкий шланг, через который, собственно говоря, и пьёшь. Как по мне, такая штука отлично впишется, если вы собираетесь отдохнуть с друзьями. Ну, если вы понимаете, о чём я. Да и вообще, я бы, если честно, использовала хоть каждый день. Но что, попиваешь себе любимую газировку, не отвлекаясь от важного дела. Это утеплитель на основе аэрогеля. Аэрогель представляет собой материал, который обладает уникальными свойствами. Он считается самым лёгким твёрдым веществом. Он лёгкий, достаточно прочный, не поддающийся коррозии и гниению, не горящий в огне и не тонущий в воде. Аэрогель и наноматериалы на его основе могут применяться для утепления стен и фасадов дома, дверных и оконных проёмов, стен подвала, теплоизоляции фундамента и даже шумоизоляции и звукоизоляции стен. И это далеко не все его заслуги. Народ, а кто-нибудь слышал о бабл-отелях? Если нет, то вот он прямо сейчас на ваших экранах. Собственно, что это за штука такая? Бабл-отель это прозрачная надувная палатка, которая может быть установлена в любом месте. Она не боится проколов и порезов, а также выдерживает минусовые или плюсовые температуры. Объём купола поддерживается системой бесшумной вентиляции. Так происходит воздухообмен, испарение влаги и газов. Через её панорамный купол можно любоваться пейзажами на 365 градусов. Отличная штука, как мне кажется. Настоящие пацаны знают, что лучший способ покорить девушку – подарить ей что-нибудь милое. И как насчёт такого огромного медведя? Уверен, этот медвежонок точно покорит вашу избранницу. Но ни для кого не секрет, что такие игрушки стоят ого-го сколько. А мы с вами в конце концов деньги с деревьев не собираем. Поэтому я хочу предложить отличный вариант. Это набивной медведь. Ну то есть у него нет наполнителя. Но зато стоит он в раз так 10 меньше обычной игрушки. Я уже не первый раз вам говорю о том, что безопасность на дороге превыше всего. И не важно, катайся ты на велосипеде, роликах или скейте. Все мы с вами знаем, что зеркало – это очень полезная штука, помогающая как раз улучшить контроль ситуации на дороге, видеть обгоняющий транспорт и так далее. Но вот я заметил, что на руль его крепить не всегда удобно, а про скейты ролики я вообще молчу. Поэтому превосходным вариантом может стать нашлем на зеркальце. Оно крепится при помощи липучки. Опираясь на собственные наблюдения из положительных сторон такого аксессуара, я могу выделить в первую очередь хорошую видимость при поворотах. То есть можно крутить головой и менять угол обзора, от чего не возникает мёртвых зон. Также, если зеркало установить на руль, увеличивается его ширина, что кому-то, как и мне, может быть неудобно. С таким же зеркалом таких проблем не возникает. Вот за что я люблю Алик, так это за обилие часов. Нет, ну серьёзно, здесь можно найти любой дизайн. Я вот присмотрел себе часики со стильным циферблатом, оформленным под вращающиеся колёсные диски. По верх диска установлены две стрелки – минутная и часовая. Ремешок здесь кожаный. На сайте у продавца вы можете выбрать цвет корпуса, и в зависимости от этого будет меняться цвет нитки, который прошит ремешок. Многие люди, использующие ноутбук для работы, привыкли постоянно брать его с собой в дорогу. Но далеко не всегда находится подходящее местечко, куда его можно поставить. Особенно, если речь идёт о парках или каких-нибудь общественных местах. Поскольку я именно тот человек, кто буквально спит вместе с компьютером, хочу посоветовать вам очень классный рюкзак от Xiaomi. По своей конструкции он напоминает щит, благодаря этому пространства внутри достаточно для того, чтобы поместить устройство с диагональю 15,6 дюймов. Также лицевая сторона защищает от ударов и других факторов. Самая, пожалуй, интересная фишка – щит рюкзака можно применять в качестве подставки, благодаря чему значительно облегчается работа в общественных местах. Пространство внутри рюкзака организовано таким образом, чтобы под каждый предмет было своё место. Так что теперь вам не придётся при поиске нужной вещички выворачивать всё содержимое. А здесь у меня клёвый подгончик для геймеров. Это механическая клавиатура, которая точно порадует вас своей стоимостью. На сайте она представлена в двух вариантах свитчей – звонком синим и глухом чёрном. Уверен, многие обязательно заценят и очень крутые круглые клавиши. Я даже не знаю, как их правильно назвать, но меня они ассоциируются со старыми печатными машинками. Эх, ну и конечно, конечно же здесь есть подсветка. Не мог же я вам какую-то фигню скучную подсунуть. Что я могу сказать, клава прикольная, особенно если вы впервые покупаете себе механику. Электронная рулетка представляет собой многофункциональное устройство, способное измерять дальность с помощью лазера и выполнять стандартную функцию измерительного прибора посредством рулетки. Максимальное расстояние на замер достигает 25 метров, а длина самой рулетки – 3 метра. Результаты отображаются на удобном подсвечивающемся дисплее. Также можно переключать режимы. Из прикольных фишечек могу отметить возможность блокировки устройства, что крайне полезно для записи и отметки измерений на коротких дистанциях. Кто-нибудь искал уже себе необычный транспорт на весну? Как насчёт восьмиколёсной доски? Я, может, не особо шарю, но такое вижу впервые. Скейборд имеет V-образную форму. Максимальная нагрузка – 150 кг. С обеих сторон у него расположены по 4 колеса. Благодаря особой конструкции на таком скейте удобно съезжать по наклонам и ездить по препятствиям. Сам по себе он небольшой, как по мне, даже маленький, но удобный. На сайте можно выбрать модель с подсвечивающимися колёсами для комфортной езды в тёмное время суток. Наверняка вы могли видеть в больницах, офисах и других общественных местах, которых нужно соблюдать стерильные специальные автоматические аппараты для бахил. В них нужно просунуть ногу, подождать пару секунд, после чего она покроется плёнкой. На Алиэкспрессе я нашёл что-то похожее, вернее, это тот же самый аппарат, только излишки плёнки здесь приходится удалять самостоятельно, проведя по зубцам в нижней части устройства. Эта штука значительно облегчает задачу пожилым людям или тем, кому бывает банально лень выискивать бахилы. Стоит прибор в районе 3000 и приходит вместе с плёнкой. Следующий любопытный товар – это пояс для формирования талии и выпрямления спины. Он имеет 6 в зонах вата и приспосабливается к талии с помощью специальной системы натяжения, которую пользователь может регулировать самостоятельно. В качестве материала используется дышащая ткань, которая приятно ощущается на теле. Таким образом, пояс можно носить даже занимаясь спортом, при покупке можно выбрать размер. Так, а это плоская фляга для воды. Что в ней особенного, я бы сказал ничего, за исключением формы. Однако она реально намного удобнее обычных бутылок. Из-за цилиндровой формы их бывает тяжело поместить в плоские сумки, в которых могут находиться книги, ноутбуки, планшеты и похожие предметы. Собственно, так и зародилась идея создать бутылки формата А5. Она имеет объём 380 мл, продаётся в разных дизайнах. Сама по себе небольшая, легко поместится в небольшой рюкзак. Для прогулки обалденный вариант. На очереди идёт интересный гаджет для велосипедистов. Наверняка многие знают о существовании поворотников, которые могут представлять собой перчатки, заднюю фару, специальные фонарики на педали и так далее. Здесь у меня велосипедные ручки, оснащённые поворотниками. Они приходят комплектом из двух, ручки имеют несколько режимов работы, быстрое и медленное мерцание. Для переключения используется кнопка. По желанию аксессуар можно снять и, например, унести с собой, чтобы его не украли. Если вы также любите кофе, как и я, тогда вам наверняка зайдёт следующий товар. Это портативная кофеварка на одну порцию. Для её работы не требуется никаких подключений. И всё, что вам надо, это два самых важных ингредиента – кофе и вода. Для заварки используются капсулы. Загружайте капсулу в верхний контейнер, прикручивайте его к кружке, после чего заливайте всё кипятком, нажимайте на пресс и всё готово. Остаётся лишь открыть кружку и насладиться горячим кофе. Пауэрбанки вышли на какой-то новый уровень. Вот я, например, впервые узнал о том, что существуют так называемые магнитные пауэрбанки с беспроводной зарядкой. То есть это полноценное отсутствие каких-либо USB кабелей и прочей ерунды. Однако в случае, если ваш телефон не имеет такой функции, в устройстве предусмотрены разъёмы USB и Lightning. Как вы поняли, эта штука просто крепится сзади и совершенно не мешает работе, просмотру или игре. Её можно как угодно крутить, вертеть, главное, чтобы совпала середина. Также пауэрбанк может быть использован для подзарядки других устройств, например, кейса от наушников. Каждому будет знакома ситуация, когда открыл какую-нибудь вкусняху, немного съел и уже не хочется. Особенно это распространённая тема с чипсами. Но оставлять упаковку открытой, чтобы продукт обветрился или мог как-то рассыпаться, тоже такая себе затея. На такой случай китайцы придумали простенький и недорогой гаджет. Это ручной упаковщик. Он оснащён нагревателем для запаивания, благодаря чему содержимое не потеряет своих вкусовых свойств и точно случайно не рассыпется. Прибор не занимает много места и легко поместится даже в карман. Работает от батареек и это реально годная вещь. А здесь у меня складной велосипедный замок. 26 звеньев цепи позволяют сложить его до компактных размеров. Настолько компактный, что замок можно носить даже в кармане. В разложенном виде его длина составляет около 80 сантиметров, что подойдёт для различных велосипедов. В комплекте приходят три ключа, а также кронштейн и регулируемые ремни для фиксации замка на раме велика, подсидельном штыре или клетке для бутылки с водой. Беспламенный индукционный нагреватель применяется в том случае, когда требуется разогрев металлических деталей без использования огня. Разогреваемая часть детали помещается внутрь насадки и попадает под действие индукционного огня. Такой прибор не выделяет ни дыма, ни гари и удобен при нагревании, поскольку не затрагивает расположенных рядом поверхности, которые могут оплавиться. А также отличается сравнительно небольшими габаритами. Многие люди предпочитают есть яйца на завтрак, да и не только. Кто-то просто их жарит, а кто-то отваривает. Существует огромное количество вариантов приготовления, но на этот раз я подготовил для вас кое-что необычное. Это у меня кухонный гаджет скрэмблер для яиц. Это простое приспособление помогает смешать желток с белком, не раскалывая яичную скорлупу. Чтобы таким образом приготовить яйцо, особо и париться не придется. Открываем крышку скрэмблера, достаем оттуда капсулу, загружаем продукт, закрываем крышку и несколько раз дергаем за веревочку. Через 10-15 секунд можно вынимать яйца и отправлять его в кастрюлю с водой. В итоге мы получаем вкусное сваренное вкрутую золотое яйцо. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.